Сергей Алексеевич, здравствуйте. Первый вопрос, что с 1 июля начала работать эта система, как это будет функционировать технически? Технически все те бумажные документы, которые длительное время, десятками лет мы использовали, они переходят в электронный вид. Всё то, что делали ветеринарные врачи на бумаге, теперь переходит в электронный вид. И мы с вами имеем прослеживаемость такого уровня, который нам необходим для современной жизни. Потому что мы с вами говорим об экспорте, а об экспорте нельзя говорить, когда мы с вами должны поднять бумаги за прошлый год, а когда начинаешь их поднимать, то их поднять невозможно, и даже найти невозможно. Мы переходим на другой уровень развития, конечно, это для всех вызывает некоторые опасения, но к этому также люди привыкнут, как к тому, что нужно электронно регистрироваться в очереди в поликлинику или в Сбербанке. Условно говоря, мы будем знать, какая буренка дала молоко для той или иной бутылки, верно? Мы с вами до этого дойдём, по крайней мере, будет прослеживность. Вы будете знать, что если у вас продукция в детском саду, или используется мясо, или используется наливное молоко или сметана, которая с ветеринарно-сопроводительными документами сопровождалась ранее, то вы чётко будете знать, откуда это взялось. Сейчас очень много вопросов возникает у людей, особенно у родителей, когда говорят, что мы не понимаем, почему молоко в Москву поставляют в Московскую область, поставляют из Кемерово, а когда начинаем искать это предприятие, то его вообще нет, оно ликвидировано два года назад. Теперь это невозможно будет. Какие категории товаров уже попадают под новую систему сертификации? Планируется ли как-то расширить этот список в дальнейшем? Ну, чтобы не вводить там заблуждение, я коротко скажу, что те, кто раньше у нас, те виды продукции, которые раньше сопровождались ветеринарно-сопроводительными документами, они остаются, просто они остаются в электронном виде. Дальше мы с вами переходим или не переходим, будет решать правительство. Я лично считаю, что время покажет, но, по крайней мере, многие сами производители хотят, чтобы с рынка были удалены те, кто работает нелегально, а без этого не обойтись. Сам рынок, производители, они готовы к такому переходу? На сколько процентов из общей суммы? Это очень по-разному, ведь есть те, кто сегодня свою продукцию никогда и не показывал, а мы с вами не знали. Потребнадзор нам публиковал в списке 70 предприятий молочных, которые производили продукцию, но по месту назначения их не было. Поэтому мы как раз хотели избежать этого. В любом случае, такие предприятия должны получать сырье. Даже если мы готовую продукцию сейчас не сертифицируем, но сырье-то должно на них приходить. Что это даёт самим гражданам и в дальнейшем экономике России? В любом случае, гражданам даёт возможность теперь это проверить, откуда эта продукция пришла. То есть даже по электронному сертификату с приложениями на смартфон мы сможем находить всё то, что нам нужно. И вы, если это мясо на рынке покупаете, на него есть электронный сертификат, и вам его покажут, и вы можете найти, откуда это мясо пришло. А для самой экономики? Для самой экономики это интересный вопрос. Мы тратили каждый год 2 миллиарда рублей только на бумажные сертификаты, на бланки. И большое количество средств, которые тратилось на зарплату тех ветеринарных врачей, которые должны были делать ветеринарно-санитарный экспертиз, занимались тем, что заполняли бумаги. Но сегодня всё это уходит в прошлое. Да, будут какие-то затраты, но они будут на десятки лет вперёд, эти затраты. И они, безусловно, себя окупят в первый год существования системы. У меня последний вопрос, говоря об экспорте. Как эта система в дальнейшем поможет развивать российский экспорт? Ну, она не только в дальнейшем, она уже сейчас помогает, потому что к нам приезжает каждый год 25-30 инспекций только по животноводческой продукции. И мы уже сейчас показываем в электронном виде все наши лабораторные исследования. Мы показываем в электронном виде ввоз, вывоз, транзит по стране. И вот эта система Микурии дальше покажет по каждому предприятию, куда она отправляет продукцию, какие были проблемы. Система Веста лабораторных исследований показывает, какие были исследования. То есть мы всё это уже используем сейчас. Спасибо вам большое, что время нашли пообщаться с нами.